Как вы оцениваете все вот эти скандалы в отношениях со странами Восточной Европы? Смотрите, у нас уже проблемы со слишком многими соседями на Западе. Польша, Венгрия, Румыния, она, наверное, осталась только со Словакией поссориться. К чему это всё может привести и как отразится на отношениях Украины с Евросоюзом? Ну, я не думаю, что будут какие-то серьёзные глубокие последствия. Хотя, конечно же, отношения испорчены с поляками, с венгерами, ну, в меньшей степени с Румынией. Но отношения с Европейским Союзом это не самые главные проблемы в отношениях Украины и Европейского Союза. Вот отношения с нашими западными соседями. Хотя, конечно же, формирование национального сообщества в Украине, национальное строительство, государственное строительство, вещь достаточно обоюдоострая. Так, здесь важно не пережать. И учитывать реакцию наших соседей. Потому что искусство дипломатии, искусство внешней политики заключается в том, чтобы всё-таки и соседей делать добрыми. А не формировать у них сопротивление, реакцию, какое-то недовольство. И создавать точки напряжённости по всему периметру. Единственное, вот, допустим, если взять отношения Украины и Польши. Что спасает в этой ситуации? То, что у нас общий враг – Россия. И до тех пор, пока Россия будет общим врагом, конечно же, нас будет больше объединять, чем разъединять. Хотя, конечно, нам нужно думать о том, как аккуратно, рационально проводить нашу историческую политику. Потому что мы видим, что на примере Украины и Польши – это столкновение с национализмом. Украинский героический нарратив, воинов УПА, вот он сталкивается с тем, что воинов УПА в Польше, причём даже не на уровне власти, но на уровне польского общества, рассматривают как отнюдь не героев. Поэтому не случайно в последнее время, вот, в Польше говорят уже не о болынской резне, а о болынском геноциде. И надо понимать, это не политики, это больше идёт от общества. И может президент Дуда приезжать сюда, делать успокоительные заявления, но надо учитывать, что президент Польши – не самый влиятельный политик Польши. Пример-министр тоже имеет достаточно серьёзные полномочия. Ну а лидер Польши, Ярослав Качинский, у него более резкие, более жёсткие заявления относительно украинской исторической политики на данном этапе. Поэтому придётся, наверное, корректировать где-то и нашу историческую политику, корректировать наши исторические нарративы. Что нас может объединить с поляками? Это приверженность европейскому историческому нарративу, который прежде всего даёт дань жертвам. И во-вторых, подчёркивает, что нет безгрешных наций. У каждой нации есть свои грехи, есть свои герои, есть свои жертвы, есть свои грехи. И надо эти грехи признавать, менять отношения, каяться и идти вперёд. Поэтому вот если и Польша, и Украина будут ориентироваться на европейский исторический нарратив, вот тот, который ориентируются французы, немцы, западноевропейские государства, то будет меньше расхождений в исторической политике и будет меньше столкновений на украинского и польского патриотизма. И ваше мнение понятно. Спасибо, дорогие эксперты, за ответы. Владимир Фисенко и Вадим Карасёл были на связи со студией подробностей недели. Продолжение следует...